привет мои дорогие друзья и гости моего канала меня зовут виктория рада вас видеть у себя в гостях заходите добро пожаловать присаживайтесь я вас приглашаю к небольшой беседе сегодня я хотела бы немножко поговорить на тему какими же мы сможем выйти из этой ситуации из этого карантина из этой самоизоляции да что нас ждет и какими мы из этого можем выйти я как кучу я очень часто сама себе задаю разные вопросы и иногда себе думаю может быть хватит стоп уже сама собой разговаривать давай хотя бы поговори с кем-то ну понятное дело что с близкими конечно с друзьями семью разговариваю но очень часто еще есть мысли вслух и я сегодня решила эти свои мысли вслух их немножко структурировать и поделиться с вами мне будет очень приятно если вы будете комментировать это видео внизу оставлять свои комментарии свои мысли потому что я уверена что я не могу охватить все я не могу предположить что с нами может быть какими мы выйдем и мне будет очень приятно узнать также ваши мысли по этому поводу итак первая мысль которая мне стала приходить буквально самых первых дней карантина то что мы сможем понять и мы увидим что мы можем потреблять меньше если мы можем потреблять меньше это конечно же совсем неплохо даже очень хорошо для окружающей среды это в конце концов наверное отразится на не только внешне в том мире где мы живем а даже нашем сознании мы поймем что мы все-таки вернулись к вот этому нашему изначальному пониманию что мы ома сапиенс не просто потребители живущие в обществе потребления и конечно же за этим если заглянуть дальше что за это что стоит за этим и какие изменения могут прийти и я подумала что конечно же в первую очередь это индустрия моды которая претерпит очень большие трансформации потому что скорее всего выйдя из кризиса большинство людей поймут что не нужно иметь эти тонны одежды в шкафах не нужно иметь миллионы я не знаю футболок свитеров джинсы брюк и так далее и можно обойтись гораздо меньшими вещами чтобы сохранить все таки нашу планету в более лучшем состоянии более здоровом виде если хотите так и естественно если индустрия моды будет претерпевать изменения в этом плане и трансформации я думаю что это будет так то что за этим стоит давайте подумаем и предположим какие же мы можем для себя из этого извлечем сейчас выводы и как можно свою профессию если вы кто меня слушает затронуты именно работаете в этой сфере в индустрии моды прошу прощения как можно себя подготовить и выйдя из этого карантина выйдя из этого санитарного кризиса чтобы уже за плечами иметь какой-то новый навык новую компетенцию и на мой взгляд это конечно же наверное будут востребованы более специалисты которые могут предлагать одежду из более хороших тканей экологичных которая будет не на один сезон наверное я думаю что изменятся тренды не будут каждый сезон гласит что вот в этом сезоне такой цвет моде на в этом следующий цвет моден я думаю что это отпадет и люди просто будут покупать более качественные более добротные вещи которые будут служить дольше чтобы тем самым меньше загрязнять окружающую среду если у вас есть еще какие-то мысли на этот счет буду вам тоже признательна если вы напишите в комментариях ну и конечно же индустрия моды я думаю будет требовать новых креативных идей в этом срезе и можно какие-то предположить новые профессии конечно же эти профессии немножко трансформированы должны будут касаться тоже и эти технологии новых каких-то приложений аппликаций которые будут востребованы конечным потребителям второй пункт который я вынесла в своих суждениях это конечно же дальнейшее внедрение всех технологий только какие мы можем и которые мы знаем еще не знаем в нашу жизнь например например то что сейчас происходит во франции где я живу вот сейчас во время карантина уже проводятся видео консультации с терапевтами то есть ты можешь получить консультацию врача не исходя не выходя из дома конечно если это не очень какой-то серьезный случай а какая-то простая консультация когда нужно пообщаться с врачом рассказать о своих симптомах врачу может быть для этого нет даже не нужно вас щупать и он может определить какие у вас заболевания в каком лечении вы нуждаетесь или если вы нуждаетесь в личной консультации не по видео тогда уже приглашают но смысл в чем смысл в том что сейчас уже эти видео консультации существуют и я думаю что после карантина скорее всего этот вид консультации останется потому что в принципе это очень удобно экономит время есть много других привилегий какой мы можем вывод сделать для себя для себя мы делаем какой вывод что для того чтобы внедрить эту технологию сейчас нужно было разработать платформу куда пациенты обращаются записываются на прием на видео прием к врачу и также осуществлять платежи после этой консультации естественно были разработаны сайты были разработаны приложения которыми сейчас можно пользоваться следовательно какие мы делаем выводы что будут востребованы все больше и больше навыки войти направлений и конечно же если у вас есть желание если есть время то можно сейчас уже себя начать готовить к этим трансформациям и если у вас есть желание если вам нравится создавать программы писать различные алгоритмы креативить создавать просто идеи различных приложений для смартфонов для сайтов то пожалуйста карты в руки можно заниматься этим сейчас на карантине очень есть много ресурсов где можно сейчас получить образование бесплатно я об этом скажу в конце видео и и теперь можно сказать что например если раньше были необходимы маркетологи специалисты в области продаж специалисты в области дизайна то теперь смело ко всем этим профессиям вы можете добавлять впереди слово веб маркетолог веб дизайнер или слово диджитал и вы получите вот это направление новых навыков которые мы можем развивать и где мы можем двигаться дальше третья третья сфера жизни где я вижу тоже будут существенные изменения это система образования система больше среднего образования я как бывший учитель по образованию я вижу здесь очень большой тоже тренд изменений и развитие очень много возможностей дальше зависит конечно от государства как государство на это отреагирует как правительство захочет менять себя систему образования но мне кажется что здесь тоже можно проявить очень много креативности и наверняка новое поколение учителей будет очень востребовано здесь конечно же полет фантазии не ограничен тоже учителя для малышей для начальных классов учителя средней школы каждый предмет по-своему будет требовать каких-то своих определенных креативных идей но мне кажется что это будет очень очень тоже востребовано и продвинута если сейчас мы еще даже не знаем как себя к этому можно подготовить можно просто подумать в своей голове покопаться и что-то самим создать сейчас время создавать что-то самим создать если вы работаете в школе если вы работаете в вузе преподавателям попробовать что-то создать креативное предложите его увидите как это будет работать то есть вот такая компетенция опять же в направлении технологии кстати я по сам до буквально до последнего времени очень сильно отрицала все нововведения все онлайн консультации это как я коуча их старалась проводить как можно меньше но когда я переехала во францию то мне деваться было некуда я с клиентами провожу только он онлайн консультации и сессии и вот сейчас я поняла что дальше дальше мне уже отрицать это некуда нужно это принять и держать нос по ветру следующий пункт какой я себе отметила продажи естественно продажи по интернет вы понимаете что сейчас они пошли вверх потому что в основном все точки продаж розничные закрыты и компаниям нужно выживать и компании стали увеличивать интернет продажи если на сегодняшний момент кто-то страдает от того что нет постоянного дохода вы лишились работы пожалуйста вы сейчас можете искать работу в интернет магазинах в интернет продажах доставка товаров и так далее то есть сейчас это уже существует это есть я видела объявления в интернете поэтому не стоит бояться трансформации нужно их принять нужно принять этот вызов и не бояться открыться этому вызову и попробовать что-то поменять себе и вы увидите к двери будут перед вами открываться и вы будете находить то что вам нужно следующий пункт какой я себе выделила еще ну ну понятное дело в продажах по интернет будут востребованы кто веб-маркетологи и диджитал маркетологи и диджитал пиар менеджеры веб-продажники однозначно и все это если у вас есть какой-то опыт уже работы в продажах но не через интернет можно найти небольшие тренинги где немножко вот поднарастить свои компетенции в этом направлении и вы будете востребованным специалистом дальше очень сейчас получил большой набор большой как сказать большие обороты спорт онлайн и те коучи которые проводили тренировки на свежем воздухе в спортзалах сейчас активно переходят тоже онлайн и это тоже востребованная кстати пробовала тоже уже такие тренировки еще до карантина год назад два года назад я занималась онлайн очень удобно ты находишься дома десять двадцать минут позанимался если нет времени а сейчас так мы просто ограничены внешними обстоятельствами мы не можем никуда выходить то это тоже плюс а если вы работаете в этой сфере то пожалуйста можете создавать свои группы приглашать своих уже сотрудников но на онлайн занятия тоже большое продвижение здесь потом прошу прощения потом различные консультации которые проводились в живом общении сейчас они перейдут в онлайн это конечно же консультации психологов консультации диетологов нутрисионистов различных врачей как я уже упоминала в предыдущей части видео финансовые консультанты адвокаты те же то есть вы понимаете сейчас мы перейдем в онлайн и сейчас мы находимся на том этапе когда с нас вот эта вся социальная шелуха внешне она слетает когда важно было на какой машине какому офису ты приехал сейчас это не важно сейчас важно людям просто получать хорошие качественные продукт как например сервис и консультации и где можно узнать о том хороший ли это специалист не глядя на его офис в котором он находится а просмотрев его социальные страницы и исходя из всего этого я хотела сказать что где можно нарастить эти новые компетенции новые навыки как этому можно научиться нужно использовать то время которое мы сейчас находимся в самоизоляции и очень-очень много университета всемирно известных американских английских австралийских французских немецких все что хотите вы можете найти сейчас доступ онлайн к различным новым профессиям и один из самых интересных и достоверных ресурсов который называется ковид эдюкейшн я вам под видео оставлю название этого ресурса ссылку и вы можете туда заходить и выбирать образование по душе использовать время нашего сама самозаключение самоизоляции для своей пользы а я вас всех обнимаю целую на этом мы с вами прощаемся я надеюсь что это видео было для вас полезным если она вам понравилось ставьте пожалуйста лайки сын вам понравили не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео я вам желаю всего лучшего находите свое новое призвание в жизни принимайте этот вызов этих трансформаций не бойтесь их и тогда вы выйдете из этого карантина уже подготовленными к новым условиям жизни обнимаю люблю вас и жду ваших комментариев всего хорошего спасибо пока пока